Добрый день, дамы и господа! Сегодня в Одесском кризисном медиа-центре психолог, психиатр, поэт Борис Херсонский с темой особенности путинской риторики или как рисуют образ врага. Добрый день! Тема эта, в общем-то, нам близка, и мы уже говорили, на очень близкие к этой теме моменты, как мы их освещали. Сегодня я бы хотел сконцентрироваться на тех событиях, которые происходят в последнее время, даже в последние дни, и о тех событиях, которые только должны произойти. Я сам смотрю некоторые российские каналы и самые одиозные. Вопрос, зачем я это делаю? Дело в том, что эта пропаганда, она в какой-то мере декларация о намерениях. То есть, то, что они говорят сегодня, вполне возможно, они будут делать завтра. То есть, они говорят, скажем, Новороссия, они показывают карту Новороссии, якобы, создается впечатление, что это не просто так. Ну, а теперь непосредственно к теме. Смотрите, мы с вами понимаем, что человек – существо, которое имеет агрессивность. Мы знаем, что агрессивный инстинкт человека сатиализуется и может проявляться как в войнах различных, так и в обычных внутри одной стороны конфликтах, в которых также может быть насилие. И вот этот уровень раздражения, этот уровень агрессивности нарастает по мере нарастания каких-то социальных проблем. Чем сильнее состояние фрустратии у людей, чем большее количество их потребностей блокируется, чем меньше уверенность в завтрашнем дне, тем больше тревога, напряжение и раздражение. И вот здесь вступает в силу пропаганда. Какая задача пропаганды в ситуации, когда напряжение в обществе растет? Первое – это канализация этого раздражения. То есть оно должно быть направлено в определенную сторону. И для этого необходим вот этот образ врага, о котором мы говорили. Образ врага никогда не растет на пустом месте. В обществе уже должны быть некие стереотипы восприятия каких-то явлений, как враждебных, как тех, которые угрожают нашему благополучию и нашему существованию. Есть ли такой базис на постсоветском пространстве? Есть ли такого рода образы, которые могут послужить основой для формирования нового образа врага? Нам, конечно, кажется, что это новый образ. На самом деле он очень старый. Все мы играли в детстве, в наших и фашистов. Есть такая поговорка. Ну, конечно, женщины, может быть, девочки не играли у них. Игра дочки-матери, а то, что отношения между дочкой и матерью иногда бывают, тоже очень и очень напряженные, да, не об этом сегодня речь. Но мальчишки играют, казаки-разбойники, да, наши, немцы. Есть такая поговорка – кино и немцы. И вот именно через кино напряженность военная поддерживалась все эти десятилетия. Смотрите, огромное количество фильмов было отснято именно на военную тематику. Любое кино, оно не показывает реальность. Не случайно Голливуд называли фабрикой грез. И вот наш Голливуд, Мосфиниум, да, так сказать, другие телестудии, он тоже создавал некоторые грезы. Но это были садомазохистические грезы. Это были злобные нацисты, которые оставляют после себя выжженную землю. Это были наши герои, да, которые, так сказать, несут всем свободу, несут, так сказать, всем процветание. Их все встречают с хлебом, с солью, да, их все встречают с цветами. Наши герои гораздо лучше их антигероев. Вот эти полюса, эти, как мы говорим, бинарные оппозиции с кинематографом, причем чем хуже кино, тем ярче вот это противопоставление, прочно вошли в сознание народа. Мы, в общем-то, живы победой над гитлеровской Германией уже много десятилетий. Я не понимаю, почему в Риме до сих пор не празднуют победу над Карфагеном, да, почему мы не празднуем победы над Наполеоном. Более того, почему во всей Одессе нет памятника людям, погибшим в Первую мировую войну, которая была относительно недавно и где героев было тоже очень много. Правда ведь, да? Но вот получилось так, что все эти войны, все то, что было, все слилось вот в это противопоставление. И вот сейчас, когда понадобился России новый враг, конечно, нужно было найти вот этот старый базис. Наши и фашисты. Наши уже не коммунисты, правда, сейчас. Но враг должен быть старым. И, естественно, надо было каким-то образом приклеить старые ярлыки к людям, которые для этих ярлыков совершенно не годятся. Мы с вами помним, может быть, помним, может быть, забыли, но когда так называемый референдум проводился в Крыму, по всему Крыму стояли большие белбороды, где было два образа Крыма. Первый Крым был раскрашен в бело-сине-красные жизнерадостные тона. Второй Крым, как был раскрашен? Кто помнит? Коричневый цвет и свастика посередине. То есть, то, что сегодня Украиной правят фашисты, то, что власть в руках натистов, это ежедневно по различным каналам телевизионным внедряется в массовое сознание. Так настойчиво внедряется, так это убедительно, такие показывают картинки, что человек, для которого даже вид из окна менее информативен, чем экран телевизора, то есть, если по телевизору показывают дождь, а за окном солнце, все равно многие люди будут думать, что что-то не так, и дождь либо только что был, либо вот сейчас будет. Я, может быть, преувеличиваю, да, но люди с огромным доверием относятся именно к этому каналу информативно. Мы в каком-то смысле, и даже я уже интернет-поколение, я включаю телевизор вот только вот с прикладной целью, либо для того, чтобы через Ютуб послушать любимую мною музыку. Но для других людей это единственная информация. Они не знают английского, они не будут слушать Би-Би-Си. Многие не знают украинского, на жаль. На жаль, багато наших грамотян не владеют державной умовой, и когда они имеют, так сказать, возможность что-то почути російською мовою, а тут рядом будет украинская мова, они берут российскую по-могу, по-могу на по-могу, а знать. И что ж это, когда они попадают в руки путинских пропаганд. Значит, вот я бы хотел перейти сейчас к последним событиям. Я просто хочу два вам показать примера живых, которые совершенно, так сказать, ясно показывают уровень того, что происходит. Назад газета «Известия» публикует такой материал. «Правый сектор объявил войну евреям в Одессе». Суть материала такова, что некий лидер еврейской общины, Мойман, некий Михаил Мойман, заявил о том, что в Одессе участились случаи избиения евреев по национальному признаку, что это дело рук правосеков, да, один из интересных таких, так сказать, терминов, и что было избито 20 человек. Интересно, почему не 21 и не 19? Наверное, для ровного счета. При этом ссылались на данные Суворовского РВД. Проведено было небольшое расследование по этому поводу. Человека с такой фамилией, может быть, и есть в Одессе, но среди лидеров еврейской общины и даже среди членов еврейской общины нет вообще. Заметьте, да, что мы привыкли к тому, ну ладно, берут какую-то, да, так сказать, час правды и приукрашивают, но не может же быть так, чтобы вообще не было такого лидера общины, чтобы вообще не было никаких случаев избиения по национальному признаку. А вот говорят, наверное, что-то все-таки должно быть. Такова логика служителя. На самом деле нет ничего. Ни одного случая избиения по национальному признаку. Ну, в Одессе, конечно, бывает так, что кого-то побьют, да, но я думаю, что в данном случае бьют по каким-то хулиганам, то ли, так сказать, это просто фьяная какая-то разборка на танцплощадке, то ли личные вместе неприязненные отношения. Я думаю, даже внутри квартир, внутри семей люди пускают в ход кулаки. Возможно, среди них есть и евреи, и среди пострадавших, и среди бьющих. Но по национальному признаку ни одного избиения, в том числе в Суворовском районе, как по крайней мере нам говорят, не было зафиксировано. Что значит избиение по национальному признаку? Идет человек с откровенно еврейской внешностью или в еврейском национальном хасидском, да, или ортодоксальном костюме. К нему цепляются, говорят, ах ты. Дальше идут следующие слова, и его бьют. Такие случаи, между прочим, в московском метро, только не обязательно по отношению к евреям, а чаще по отношению к людям с азиатской внешностью, совершенно не редкость. А Одесса в этом отношении более или менее миролюбивый город. Ничего такого нет. Дальше. Ага, оказывается, правый сектор осквернил памятник жертвам нацизма на месте, где были сожжены 10 тысяч евреев на Черемушках, да, и какие-то кощунственные надписи там оставили. Вот оно, слово правды. Были такие надписи. По-моему, лидеры правого сектора совместно с хравинами, лидерами общины просто смывали эту грязь памятника. Я правду ведь говорю, да? Я говорю правду, но этого не услышат люди, которые слушают российское радио. Точно так же, да, друзья мои, мы можем привести еще несколько примеров. Для меня, между прочим, это уже и личная проблема, потому что моя громадянская позитива, она ведома Украине и России тоже. Еще же, новости фашистской поэзии, да, это кремлевский аналитик пишет, да, Геббис рукоплещет. Сказать, что то, что делаю я, это так, как Геббис, это значит очень обидеть Геббис, потому что то, что говорю я, это гораздо, гораздо хуже. И, в общем-то, я несу уже в течение какого-то времени вот этот ярлык нациста, да, и вот последнее, что было очень весело, что, ага, что я старый нацист, который читает в нью-йоркских пивных таким же натиком, как я, сам, так сказать, свои нацистские вирши. На самом деле я выступал в Церкви Христа Спасителя Нью-Йоркской, да, и в книжном магазине «21», и в Бруклинской библиотеке. Пиво не подавали нигде, да, нацистов не было нигде. Но, правда, был в Нью-Йорке и читал. То есть смотрите, насколько все это переворачивается, насколько все это извращается. И, наконец, последнее вчерашнее впечатление. По всем каналам говорят, что завтра пройдет факельное шествие нацистов одесских, которое разрушит, я подчеркиваю, памятник Екатерине Второй. Не больше, не меньше. Я думаю так, что факельное шествие, мы видели такие шествия, например, в Киеве во время Майдана, но, по-моему, организовывала их партия «Свободы», которое отличается значительно от правого сектора и, на мой взгляд, не в лучшую сторону. Дальше. Само по себе факельное шествие, оно, конечно, не может быть отнесено исключительно к нацистской практике. Почему? Потому что факельные шествия проводились регулярно в память жертв Хиросимы. Факельные шествия проводятся в некоторых странах в одни студенческих праздниках. Но, все-таки, затевая такого рода вещи, мы должны помнить, никаких картинок для российских средств массовой информации. Не давать им никакого материала, который позволит им показать факельное шествие патриота в Украине и тут же дать кадры, соответствующие из фильма «Рома. Обыкновенный фашизм». А текст закадровый, изрубленный способ, покажет, что это действительно одно и то же. Еще один момент. Журналисты этих телеканалов задают вопросы нашим людям. Патриоты Украины, они не вживаются в мову оккупанта, и они відповидают на российские запитания украинской мовы. И вони собі так думають, що це дуже гарно. Але це не гарно. Чому? Вони ведь не говорят ответи по-українськи, вони накладывают русский текст на то, що ви говорите по-українськи. Понятно? Насколько точен этот перевод, я це називаю так, по репрозу украинську на путинську, ми знати не можемо. Второй момент. Вони беруть інтерв'ю у вполне уважаємого человека і передергивають це так, вставляють в такий контекст, що слова ці имеють совершенно інше значення. Например, інтерв'юєрує директора музея ім. Бліщунова дуже уважаємую і даже любимую мною жінчину, яка действительно є патриоткою Одеси, яка дуже добре відноситься к ідеї української Одеси, яка любить свій музей і зробила його одним із таких наиболі динамичних музеїв Одеси. Вона говорить правду, вона не приучена лгати. Вона говорить о том, що зараз в Одесі йде процес по сносу пам'ятника Екатерине. Этот процес много-много місяців назад почала вот такая організація, українська СИЧ. Я не знаю, в курсі ли ви це, чи ні. Состоялось уже несколько засідань. Я в курсі, да. Состоялось уже несколько засідань. Ну, по закону они подали иск в суд, иск должен быть рассмотрен. Соответственно, им отказали суды от всех инстантий. Осталась одна, последняя. Это последняя інстантия, как водиться у нас, откладывает засідання с месяца на месяц, і можна себе представити, каково буде решение. І вот именно це розповідає, це правда, да, розповідає директор музея. Але це вставляється в такий контекст, що получается, да, вот-вот пам'ятник буде незаконно снесен. Вот, так сказати, той же приєм, який, так сказати, следует взяти во внимание. Я написав в своєм блогі, що якщо ви всерьез відноситесь к Україні, всерьез відноситесь к своєму городу, не давайте цим людям ніякого матеріалу. Вас просять дати інтерв'ю, а ви не давайте. Будьте в курсі того, які, скажімо, одеські СМІ работають на цю пропагану. Ну, вот, наприклад, я, наскільки понимаю, я видел, то ли он, ну, одного із руководителей такого репортера. Євсь ж такий, да? Репортера. Я не ошибся, що це вполне... Да, кивавовська неща. Да, ну, значит, вот это... Я це кивавовською називаю. Ясно, да. Значит, я только один раз вот сейчас нам как бы очень важно не вступать с такого рода людьми характера, а не гражданця. В цьому сміслі правий сектор, якщо я розумію, так сказати, воні сповідують іншу модель, да? Они считають, що українсь – це той, хто любить країну, хто действує в її інтересах. І важливо даже не совсем то, на якому язіке говориться, на якій мові, а що кажуть людина українською мовою, і що она говорить на русському язіке. І це дійсвіттєєнно дуже существенно. Смотрите, чому не свобода? Чому вони не називають главного врага нацистського «свобода», а чому говорят «право-зерто?» Як вам кажуть? Слово «свобода», да, оно імеє исключительно положительные коннотати. Так? І сказати, що наш враг – це свобода, особливо в путинському режимі, де дійсвіттєнна свобода є в якому-то смыслі їх врагом, це означає якось збити якийсь единий монолит, якийсь гранитний блок, який їм потрібен. А вот «правий» сектор, слово «правий», казалось би, тож це той, хто прав, «право», но ми всіхда слышим, право радикальне, право екстремистне, слово «сектор», оно тоже само по себе фонетически звучит более или менее агрессивно. то есть это какая-то жёстко отделённая часть людей. Кроме того, это название легко обыгрывается. Но вот как вы обыграете слово «свободовцы»? Никак. А вот «правий» сектор, они правосеки. И мы понимаем, что эти правосеки опять-таки адресуються к сексуальным меньшинствам. российская пропаганда во многом нацелена на, ну, скажем так сказать, подавление и на дискредитацию сексуальных меньшинств. Ну, либералы, а не кто? Либерасты. Толерантные люди кто? Толерасты. И так далее, и тому подобное. Это уже, так сказать, налаженная линия. В чем ее смысл? Да, они совершенно озабоченные, я смотрю. Нет, они совершенно не озабоченные. Но они знают, что агрессивность, да, человеческая, она во многом завязана на идеале мужественности. И этот идеал никак не совместим с неверной сексуальной, нетрадиционной сексуальной ориентацией. Поэтому, используя накопившие в любом тоталитарном и близком к тоталитарном обществе неприятие и неприязнь к меньшинствам, в том числе и к сексуальным, используется для дискредитации демократических сил, да, либеральных, толерантных, то есть для европейских идеалов как таковых. Вот так. Ну, хорошо, я думаю, что вот я сказал то, что хотел, и могу ответить на вопросы, если такие вопросы нет. вообще-то я думала, что Алла как-то так администирует, что делать, что вы предлагаете, потому что уже подан запрос в европ... как раз иди нет не хотелось о том, что ведет пропаганда на территории другой страны, то есть это ведется подан запрос в евро, в гаакский суд о том, что и так далее. То есть нужно говорить, что делать, что делать. То есть не просто перечислить, дополнить факты, но я думала, что здесь Алла будет комментировать и я думаю. Я, Даблина, сейчас действительно дам слово Ане, но скажу, что легальные обращения в соответствии с законом и международным правом в данном контексте абсолютно бессмысленны, потому что такого рода иски рассматриваются в порядке очереди, они не могут рассматривать все, они рассматриваются долго, они очень серьезно относятся к доказательствам. Смотрите, сколько времени после того, как был сбит Боинг, и мы до сих пор не имеем исчерпывающей информации, потому что работает эксперт. Пока эксперты молча работают, пропагандисты громко говорят. Но с другой точки зрения отвечать на все эти вбросы это неважно изменить. То есть они вбрасывают нарочито гадость, дерьмо, и это все разгребать. Вы понимаете, в чем дело? Конечно, в свое время Александр Сергеевич Пушкин говорил, что плевок с моего фрака должен удалять лакей. Это не мое дело, в том смысле, что я не должен этим заниматься. Но у нас нет лакея. Вот одна беда. И поэт охотить в плевках я никому не посоветую, потому что считать, что ты прав и тебя несправедливо обидели, считай сколько угодно. Но поверьте, что большое количество людей будет считать, что какая-то доля правды в этом есть. и для нас очень важно показывать особенно те случаи, где вообще нет подобной доли правды. Ну вот допустим, это широко распространено, как в одной статье написано, всем известно, всем что после пожара в Доме профсоюза я сказал, что от этого воздух в Одессе стал чище. Конечно, ничего подобного я никогда не говорил. Но ведь всем известно, что говорил. понятно доказывать, что этого не было долго. Но как мне кажется, все-таки мы должны никто не защитить ни нашу территорию, кроме наших солдат, никто не защитит нашу честь и достоинство, кроме нас самих. Алла, так вот как вы знаете, я хотела вот что спросить. Вот заявление, громкие заявления о том, что Одесса умерла. Одесса для меня умерла после 2 мая, сказал Михалков. И многие политические деятели и деятели культуры заявляют, что Одесса умерла. Это говорит о дегуманизации. То есть они готовы нас убивать из-за того, что мы для них умерли, или нет. во всяком случае они рисуют наш город как враждебный. Русские сюда не придут, говорит Михалков. Они придут туда, где их встречают с хлебом, с солью и с цветами. А здесь Одесса стала бандеровским городом. Выражение бандеровец, на мой взгляд, тоже заслуживает анализа. на мой взгляд, бандеровца можно назвать только человека, который работал так и воевал в рядах УПА, когда Бандера был жив, и когда самое главное шла война на два фронта. Длительная партизанская война. Сегодня абсолютно иной контекст. Вот вы знаете, что важно. Как-то мне часто пришло в голову. Когда нас начинают таким образом поливать, мы иногда любим сказать, вы говорите, что мы такие, да, мы такие. И оденет Коломойский эту самую, так сказать, футболку с надписью Жида Бандера. И сам я дам интервью, которым будет называться, что я типичный Жида Бандера. Говорят, что мы безродные космополиты. И мои друзья поэты устраивают вечер под названием «Вечер безродных космополитов». Песни безродных космополитов. То есть мы каким-то образом склонны это принять и отпасовать. Вы говорите так, пусть будет так. Этого делать, по-видимому, не нужно, потому что этим будут пользоваться. тоже не благоприятный для нас цель. Еще вопрос. Можно ли сказать, что пропаганда по линии украинцев и фашистов внедряется специально на основе каких-то расчетов, возможно, даже научных, разумеется, по приказу российской верхушки? Нет, здесь нет научных расчетов, здесь есть просто убеждение, что значительно легче сформировать образ врага, используя старые стереотипы утвержденные. Кстати, вот недавно в своем блоге художник Александр Ройбуд он разместил несколько плакатов советского времени. Смысл их один. Украинские националисты и еврейские националисты на службе американского капитала. Например, вот такой, сидит дядя Сен в этой шляпе своей, у него на одном колене сидит усатый вышиванкий националист и с пейсами естественно евреи. Вот этот союз американцев, украинцев и евреев он появился на русских плакатах, на советских плакатах в 70-е годы и настойчиво повторялся. Вот там если вы посмотрите его ленту, там где-то 5-6 такого рода плакатов. А я помню такие агитационные речевки, да, я помню такие закрытые лекции, которые читались сотрудникам. Таким образом они сажают свою пропаганду на уже взрыхленную почву. И, кстати, попробуйте набрать в поисковике антиукраинская современная карикатура. И вы увидите тех же шароварных с усами нелепых хохлов, так сказать, салом и с бутылкой самогона, да, так сказать, и в нескольких буквально вариантах. То есть они не выдумывают ничего нового. Они повторяют советские стереотипы. Поскольку люди, которые их слушают, по сути, советские и постсоветские, это работает. И еще вопрос. Имеет ли смысл обращать внимание на российские телеканалы, ведь подаваемый имя контекст вообще не зависит от фактажа? Я уже, по-моему, ответил на этот вопрос, когда говорил, что да, это наглая ложь, но не обратить на нее внимания означает, вы знаете, что такое молчание, поговорку? Это знак чего? Не знаете пословица? Надо знать. Молчание знак согласия. Кроме того, была замечательная песня о молчании Александра Галича. Где живы, крикуны, печальники, отгремели, отплакали с молоду, а молчальники вышли в начальники, потому что молчание золото. То есть это чисто вот такой советский молчи, молчи. Вот как просто попасть в первачи, вот как просто попасть в богачи, вот как просто попасть в палачи, промолчи, промолчи, промолчи. Вот эта песня нас учили молчанию с молоду и родители, и писатели. Не знает никто эту песню. ну ну ладно было теперь теперь знаете коль учесть, что молчание золото, то мы все безусловно старатели, старатели, добывающие золото людям. Все наверное, да? Если опрос еще. Боже, какая умная сила. Спасибо.